то есть мутация фактора 13 гетеро и по 1 гома только они а ф с нет других мутаций тоже нет если показания к александр спасибо есть слишком общий вопрос но если у вас вот такой вариант что фактор 13 гетеро и фактор и по и 1 гома я бы сказал так что здесь очень важно понять какая у вас группа крови то есть группа риска это третья группа крови четвертая группа крови будет и я бы конечно рекомендовал бы вот у нас еще до нового года до нового года только можно сдать полиморфизм и панель из семи факторов потому что что мне интересно было бы посмотреть в этой ассоциации то есть мне было интересно посмотреть бы это джипи 1 б а то есть это рецептор фактора фон виллебранде посмотреть фактор 11 который фактор 11 или фактор 12 вот это будут вот внутри этого полиморфизма который наверняка у вас не входили вот в этот состав и безусловно фактор тканевого активатора плазминогена плат потому что если у вас будет обнаружен дополнительно к этому гена по и один еще вот эта конфигурация тогда это является очень серьезным отягчающим фактором и я бы конечно если идет такая конфигурация я бы посмотрел бы еще и панель генов сосудистого тонуса потому что если допустим вас будет обнаружена гомозиготная форма дополнительно по гену ангиотензин конвертирующего фермента это все будет вместе создавать такую достаточно серьезную комбинацию когда в общем-то показания гепарину они будут и здесь еще один момент который важно это понять если показания к аспирину потому что если все мерить только назначением клексана или не назначением клексана это абсолютно неправильно огромное количество потерянных беременностей огромное количество антенатальных смертей плода огромное количество преэклампсии связано с тем чтобы что врачи очень часто недооценивали вот в эти последние годы значение всего того комплекса информации и клинической и лабораторной которую можно выделить для того чтобы назначить терапию которая не связана с низкомолекулярными гепаринами вот к сожалению понимаете вот направление развития в последние где-то но примерно 18-19 лет вот заключалась в том что вот такое вульгарное понимание гемостаза которая связана только с назначением или назначением низкомолекулярных гепаринов принесло невероятные совершенно проблемы и невероятный вред я считаю в акушерской гинекологическую практику ничего сложного здесь нет и поэтому врачи акушера гинекологи должны быть обучены читать эти анализы назначать правильным образом терапию когда эти анализы назначают не специалисты очень часто мы получаем проблемы поэтому здесь вот я бы сказал так что вот сама конфигурация может быть достаточной для того чтобы получить какие-либо проблемы это безусловно но я бы рекомендовал бы все-таки провести до обследования и попытаться разорваться с той проблемой из-за которой стоит вопрос назначения или назначения той или иной терапии это безусловно но Редактор субтитров А.Семкин